Сегодня я расскажу тебе о твоей душе, и о твоём энергетическом теле, и о твоей судьбе. Душа – это суть энергии любви, свет любви. Она пришла в этот мир для того, чтобы наполниться ещё большим светом любви, чтобы увеличить свою светимость. Мы, светящиеся души, тоже растём, и эта планета, Земля, для нас школа. Души приходят в этот мир в надежде увеличить свою светимость. Они приходят сюда для того, чтобы любить и быть любимыми. Но уже с первых месяцев своей жизни душа сталкивается с нелюбовью, или иначе – с условной любовью. Я вижу миллионы ужасающих ситуаций, когда родители бывают жестоки со своими детьми. Сейчас, в это мгновение, когда ты слушаешь эту запись, сотни тысяч людей избивают, наказывают своих деток. Родители думают, что так они воспитывают своих детей. Нет, так они ломают психику своих детей, делая их слабыми, неуверенными. Свет души постепенно блокируется. Это открытая агрессия родителей. И она ломает судьбу, искажает изначальный код судьбы, который был заложен при рождении. А есть еще и пассивная агрессия, когда мать носит надменную маску холодной ледяной королевы. И за малейшее непослушание она отчитывает ребенка, читает ему нотации, может обидеться на него и не разговаривать с ним три дня. Все это методы морализации, обид, все это манипулирование ребенком. Такая мать вгоняет своего ребенка в чувство вины, стыда, страха. Таким ребенком можно легко управлять. А что же происходит на энергетическом уровне? У такой матери давно уже заблокирована сердечная чакра. Она не способна на истинную любовь. От нее исходит лишь леденящий душу ребенка поток критики, оценивания, недовольства. И сердце ребенка тоже блокируется. Свет души у этих людей находится под мощной железобетонной энергетической броней. У некоторых людей это жесткий колючий панцирь, у других металлическая блестящая толстая стена. Есть шесть типов людей. А внутренних энергетических защит, блокирующих свет души, значительно больше. Но у большинства людей происходит блокировка не только сердечной чакры, но и всех остальных чакр. От того, как активно работают ваши чакры, зависит все в вашей жизни, ваше здоровье, ваша успешность, ваши отношения с близкими людьми. Посмотрите на сутулового и неуверенного человека. Это он в детстве уже стал таким. И причины именно не любовь. Когда он был маленьким, его постоянно ругали, читали нотации, наказывали. И для него стало привычным сжиматься. Его душа в глубине его энергетических пространств все время сжималась под взглядами жесткими и одобрительными, критикующими взглядами родителей. Его голос звучит неуверенно. Он не может выступать перед любви, перед людьми, перед аудиторией. Это страх блокирует его чакру горла. Он не может стать успешным, достичь цели, потому что внутри звучит голос отца. «Ты ни к чем, у тебя ничего не получится». Чакра солнечного сплетения у него заблокирована. У него заблокирована и корневая чакра, потому что мать ему давала послание «не живи», когда постоянно оскорбляла, называя его то уродом, то паразитом, гадом и другими отвратительными словами. Как произошло такое с вами, люди? Ведь вы когда-то были солнечными и светлыми. Вы – наши потомки, а мы – солнечные боги. Мы направляли раньше друг другу потоки истинной любви. Наши души расцветали и увеличивали светимость в потоке любви. Как могло такое случиться, что люди этой прекрасной, изобильной планеты опустились на самые низкие уровни существования, наполнились злобой друг другу? Да, этому всему есть причина, и я буду рассказывать вам о ней. Есть великая тайна, и тот, кто знает эту тайну, тот владеет знанием, мудростью, как изменить свою судьбу и как снять все эти блокировки, родительские заклятия, и вновь начать жить новой жизнью, наполненной яркими красками, потоком света любви. Для этого нужно обрести мудрость, познать законы Вселенной, есть семь тайн мироздания. Если не знаешь их, то совершаешь непоправимые ошибки. Есть законы судьбы. Если не знаешь их, то наращиваешь в своей энергетике груз кармы и проживаешь не свою жизнь, а ложную, искаженную. Идите за мной, объединяйтесь, учитесь, становитесь мудрыми. Я научу вас. Я научу вас. Вы узнаете эти семь тайн мироздания. Вы познаете законы судьбы. Вы научитесь тому, как исцелять свою энергетику, свою судьбу, свое будущее. Пусть вырастут крылья у вас за спиной. Летите к солнцу. Летите к солнцу. Летите к солнцу. Идите к солнцу. Летите к солнцу. Летите к солнцу.